страшно знаете почему я тут сижу в темноте в ванной и на полу ответ прост вот так видно мы рожаем кто собачники тот меня поймет две-три ночи до родов и две-три ночи после родов в общем неделя ночей вычеркнутой жизни у нас ночные смены потому что даже если днем сука ведет себя относительно спокойно в преддверии родов то ночью ей не имется она ходит она пахтит она шкребется она кряхтит спать невозможно естественно ты держишь суку возле себя поближе чтобы контролировать не прозевать ну плюс роды часто это ночные ну и чего греха таить после родов тоже несколько ночей дай бог если все хорошо то может быть там одно и двумя ночами обойдется а если что-то там какие-то малыши слабые нужно прикормить ну то есть какие-то ситуации необычные выходящие за рамки нормы то конечно и еще несколько ночей а то и неделю ты возле родившей возле малышей и когда говорят чё там чё там собака родила чё не сами не рожают рожают сами ваши жены сильно сами рожают возле них же тоже акушеры и педиатры и анестезиологи и врачи и хирурги и санитарки правильно ходят вот так же и наши собаки только для них я одна и акушер и санитарка и все на свете единственное конечно молишься и держишь кулачки лишь бы не хирург да лишь бы не пришлось кисарить и не вести в клинику чтобы все прошло натурально конечно помощь нужна рожающей собаки так или иначе да даже если бы она была не нужна то все равно ситуацию нужно держать под контролем бывают суки которые от начала до конца прям молодцы сами справляются но и все равно ты принимаешь щенка ты его даешь ему в руки принимая щенка помогаешь ему сделать первый вдох в любом случае никто на самотек этот процесс не пускает обтирая щенка да конечно нужно помогать и сейчас мы тут сидим пыхтим ночь к нас ожидает веселая держите за нас кулачки дай бог то все хорошо это вторые роды в девочки второй панат второй панат в общем ждем да да моя куколка моя куколка моего розы хекаешь а в ванной жарко первых я включаю здесь теплый пол почему в ванной ванной очень удобно рожать у нас довольно просторная ванная здесь есть верхний свет и просто подсветка то есть такой полумрак можно легко создать тут же ванна тут же канализация тут все удобно теплый пол это самая теплая комната в доме самая ванная но еще они очень тепло вот ну и это удобно это удобно тоже руки помыл тут живут такой у нас аля вид кабинет очень легко организовать есть место и для родилки есть место и для моего пуфика ой вот такой пуфик ой мамочки где в общем подушка от дивана на которой есть полу лежу дежуря ну и потом первое время сука здесь же в ванной находится с малышами потом я их уже переселяю комнату отдельно для щенков здесь самое лучшее место мне нравится девочки за несколько дней до рода привыкают к этому месту я уже все им привожу здесь порядок они заходят обнюхивают осматриваются но не спят конечно спят они все равно у меня возле кровати на дивана а здесь только так заходят потому что сами суки уже на сносях очень любят оставаться для них важно прям тебя под ногами быть постоянно ну я собственно их понимают но такие дела еще с богом ждем пополнение надеемся на все хорошие удачи дачи нам нынче 7 часов 15 минут мы еще не ложились процесс у нас пошел слава богу деточка наше рожает самостоятельно не без приключений конечно седых волос у меня с каждым пометом добавляется больше и больше чему несказанно рады наши мастера парикмахерской в общем на сегодня на сейчас нас трое первый родился мальчик красавчик такой полный воротник такое чудо такой замечательный и самое смешное что я его проспала я дежурила дежурила сидела возле нее сидела пыхтели мы пыхтели в итоге я вижу дело не скорая пошла прилегла включила какой-то канал на youtube и под него задремал и как чуйка просто проснулась от какого-то такого может от звука может может кто-то пискнул ну нет щенок еще не пищал в общем когда я проснулась в эта маленькая мокрая колбаска уже лежала на полу и любопытные мама и подруга мамы рассматривали ее что же ты такое у нас тут родилось в общем вовремя я подхватила малыша растерла его мамочки подложила мальчик такой ленивенький был замечательный такой крупняшечка хороший вообще щенок замечательный но ленивый особо он не дергался там к сиське наверное полчаса минут сорок он себе спокойненько там подпискивал просто по под маму прятался но особо сосать не пытался я собственно не настаивала ска ребенок адаптируется следующий у нас была девочка вот с девочкой конечно кино прошло полчаса прошел час мама не спешит рожать 2 ну все конечно кто в курсе знают что если проходит после рождения первого щенка уже часа полтора и не наступают роды мы начинаем нервничать я естественно туда же в ту же степь на щенок уже в родовых путях я ее чувствую мордочка вроде бы и правильно идет все хорошо но не выходит такая любопытная девица оказалась но несмелая интересно и что что-то за мир такой ну как-то страшновато в общем так она нас промурыжила где-то часа два с половиной если первый родился в 4 то девчонка наверное через два с половиной часа вот такая я уже думала там какая-то огромная будет может стряла может еще чем нет спокойненько небольшая аккуратная девочка меньше первого щенка ну хорошего размера так все порядке так без того чтобы быть какой-то измученной в родах нет она так спокойненько себе родилась плюхнулась и сразу к сиське в отличие от брата который там еще полчаса думал она тут же к сиське такая с развороту вот тебе пожалуйста девочка третья у нас девица родилась наверное буквально минут через 30 40 прям молодец все как положено по книжному это же я вышла выпить кофе и вот тут поставила чайник и чувствую что то вот что-то меня тянет и я все бросаю захожу в ванную и тут уже сам процесс плюхается мне в руки буквально третья девица так вот хорошенькие детки то на них рада что сражаем самостоятельно дай бог еще там кто то есть явно поэтому мы не очень быстро рождаемся дай бог до 12 управится дня до полдня если все хорошо вот такая история это у нас помет кстати вот так это тезки мои будут тезки будем думать красивые имена а девчонка то 2 а вот такая прикольная у нее с пятнышком буду красивая красиво проточенка а посередине пятнышка прям красота вот как усима наши кардиган кардигана у нашего девочки тоже проточена красивая ткани посередине пятнышка и это такая же красотка нарядные такие на вас чем мы все процессе продолжаем рождаться настроение бодрое несмотря на то что уже ближе к половине восьмого но мы ничего бодричком мама тоже вполне хорошо себя чувствует я довольна и умничка молодец старается ну все продолжаем рожать